Да. Которую Лак Атак будет проходить. Карина Времени. А, я понял, Карина. Что? Я думал, ты вернёшься, когда будет оригинальная Зельда, которая будет проходить в Лак Атак. У него сейчас рекорд по Legend of Zelda. Не, я... Мне нравятся только две Зельды. И они обе на Nintendo 64. Угу. И обе они 3D-шные, да? Нет, это не 3DS. Не, я имею в виду в том смысле, что это Зельда в 3D. Ну да. Ну вот. Потому что я себя на днях приобрёл, точнее не приобрёл, мне дали поиграть в Majora's Mask. И я открыл для себя заново эту 3D-зельду, потому что раньше я в неё почему-то играть не мог. А сейчас я играю на неё в 3DS. И в принципе в неё 3DS. Я так понимаю, оптимизация получше. А, да. Как бы из-за того, что кадры не поседают. Интенда она не очень. Ну да. Так, что у нас ещё рассказать. Да, кстати, сегодняшний день мы начнём разыгрывать призы. С какого момента, я вам пока не скажу, чтобы это было небольшим сюрпризом. Вот. Но мы точно начнём их сегодняшнего дня разыгрывать. Точно в 9 часов будет время Super Star Wars. И, может быть, даже раньше. Даже готовьтесь. Я помню, что всё проходит в Америке, по-моему, в Вашингтоне, в одном из очень больших отелей. Он в Хилтоне. Вот. Который был снят полностью под это мероприятие, потому что он занят спидранерами и желающими посетить это мероприятие. А мы всё проводим в Москве, в ГФХФ. Это игровое кафе, которое находится в центре Москвы на Лубянке. Если хотите, приехайте посмотреть живую всё. Вперёд. Потому что также вы сможете выбрать множество призов здесь, специальных, предоставленных нам для проведения... Ну, не предоставленных, точнее, предоставленных, но для проведения этого мероприятия. Так, я пойду настрою софиты. Что-то они меня сильно освещают. Итак, один софит мы отключили, теперь я не буду тут сгорать. У вас там вентиляторы не придумали? Нет, у нас есть только окно, которое открывается периодически. Но это всё, что у нас есть, к сожалению. Больше у нас ничего нет. Ну, как бы, только недавно стримерство оборудовали. Вот, и мы сейчас, грубо говоря, делаем такой большой стресс-тест. На 7 дней. Без остановочки. Крэш-тест. Да. Кстати, напоминаю так, что вы можете выиграть не только призы, которые у нас есть на стриме. Это вот, которые вы видите сейчас в правом нижнем углу, и не только. Но также и на основном стриме. Но чтобы выиграть на основном стриме, вам надо пожертвовать немного денег на благотворительность. Вот, и у вас есть шансы выиграть, как и Niu3DS XL, сделанные под Majora... Ой, выпущенные под Majora Masks. Потом огромный автомат для пинбола. И много-много-много других интересных вещей. Вот. А у нас жертвы на благотворительность не надо. Для этого надо следить просто за группой Games Done Quick в ВК. либо сидеть здесь на стриме и ждать, пока мы объявим те или иные вещи. Например, вот один из призов, который мы вчера не показали, но показали сегодня с утра. Может кто-то не видел еще. Вот этот один из призов будет. Представлен нам любезно термалтейками. Вот. Да, в принципе, все, наверное, больше ничего нет. Такого под рукой, чтобы вам показать. Там есть пара футболок, игры на Xbox One и PS4. Но их мы тоже разыграем обязательно. У нас есть расписание. Если вы хотите узнать, когда будет какая игра, наберите schedule или расписание, и оно вам покажет. Точнее, бот вам подскажет, где оно. Напоминаю, что расписание подстраивается под вас. То есть, когда вы заходите, он берет ваше локальное время или время, установленное на вашем компьютере, и использует его для определения того, где будет такая игра. В Америке сейчас у нас должна быть уже почти ночь. Ну, идет дело к ночи, потому что разница у нас с ними 12 часов, и мы уже почти достигли 100 тысяч. И это очень хорошо. 100 долларов от Zeiss, который говорит, спасибо всем, что делали это, и, в основном, продолжайте веселиться. Я не помню, что у нас есть партнеры. Первый раз у нас есть такие партнеры на русском рестриме. Это Thermaltake, это Фобия, Косты в реальном времени, я, и, конечно же, MadCats. Те, кто нас поддержали не только информативно, но и какими-то призами, либо средствами. Еще у нас очень много информационных партнеров, вы можете всех их посмотреть под стримом. И многие из них имеют отличные группы или сайты, которые я вам очень советую посетить. Даже игромания нас поддержал в этом году, и это очень хорошо. И так, кстати, они уже потихоньку начинают, поэтому можем переключаться. Сейчас нас ждет... Fire Emblem. Это известная тактическая игра, тактическая RPG, выпущенная на Nintendo. И, кстати, еще пока не играют, пока только готовятся. Так что не волнуйтесь, мы всегда следим за этим. У них немножко экран скачет, понятно почему, надеюсь, просто он перестанет так делать. Fire Emblem Passer 1 с 2005 года. Nintendo Block продолжается. Что значит распространить сетап 1, 2 и 3? Это значит, настройка, все верно. Это значит, что требуется какое-то время, чтобы настроить ту или иную игру, или переключить консоли, или еще что-то сделать. Вот сейчас была настройка, когда переносили консоль, включали новую, и так далее, и так далее. И сейчас, как мы видим, на Fire Emblem, на Any Percent, Any Percent, значит, надо просто пройти игру, заявленное время 2 часа 25 минут. То есть, примерно за это время пройдут всю игру. Fire Emblem достаточно интересная линейка серии Nintendo. Там вы набираете огромное-огромное количество персонажей, и вы можете использовать их при прохождении, и можете, конечно, пройти лишь основными, но именно суть игры, собрать как можно больше персонажей. Чем напоминает свою ИКД, если кто-то играл, больше сотни их. Вот. Но здесь их даже, примерно, даже больше будет. Никогда не играл в Fire Emblem? Это хорошо. Ты привыкся к этому. Окей. Да, нет. Я вот Игнату тоже поинтересовался. Да, он сказал, что я... Да, он сказал, что я помогу. Давай тогда мы местами поменяемся, и я, чтобы ближе к чату был, чтобы... Да, я, в принципе, нормальный. Сам за чатом могу, то есть, если честно. Не, давай-то лучше тогда переводить будем. О, они начали. А я больше технической частью. И они начали. Мы немножко отстаем от деликатесы, походу, буквально, пара секунды. Серьезно? Да, ну, возможно, издавшим, у нас канал перегружен. Итак. Эту игру спидранят на японском. Просто по одной процедуре причинив, что есть небольшое отличие в сложности, а также в том, как быстро печатается текст, потому что японский быстрее, из-за того, что там иероглифы. Итак, комментатор тестится сейчас сзади. Итак, в данный момент, все, что они отключили в этой игре, это анимация во время битвы, чтобы быстрее драться. Как видите, потому что это тактическая игра. Там есть, конечно, очень милые анимации на каждую атаку, на каждый прием, но это занимает очень много времени. Сюжет этой игры лишь в том, что отец главного персонажа, Айка, за которым мы играем, это синеволосный парень. Его отец, по-моему, был наемником, и все. И, как вы заметили, когда Айк бил другого персонажа, у него заполнялась небольшая полоска, это его опыт. И когда это происходит, то есть писарь потом левый лапится, что логично. И тут не просто за убийство вам дают опыта, а именно за каждую атаку. В этой игре есть улучшение для персонажей, это называется промоутер, то есть повышение. Когда вы достигаете 10 уровня, вы можете нажать промоут, и персонаж получает большой прирост к статам. Да, то есть каждый раз, когда вы качаете своего персонажа, ну или любой юнит в этой игре, он может потом промоутся до других профессий, например, чем-то онлайн игры. Вот. Примерно сейчас мы видим, что у него в команде есть пару паладинов на конях, и сейчас основной воин это Айк, который в будущем, по-моему, будет то ли тоже паладин, то ли наездником на грифонах, я уже не помню, какой унит сильнее в этой игре. Ну ладно, я нельзя мне это не уголовить, у меня похоже начал логать канал. Да? Всем пока. Всё, давай, деликатес, удачи. В этой игре немножко действует суть камень-ножица-бумага, когда, то есть, допустим, меч сильнее, пики, пика сильнее, топора и так далее, и так далее. То есть, каждый раз, когда, например, твой персонаж дерётся против оружия, которое он слабее, у него, скажем так, точность падает на 50%. Вот так вот работает тут система, камень-ножица-бумага, ну, они тут называют её треугольная система. В принципе, это то же самое, triangle system. Каждый раз, когда персонаж получает левел-ап, те статы, которые ему прибавляются, абсолютно рандомны. Вот, и сейчас они говорят, что произошло очень редкий случай, что они получили больше хп, чем нужно, что хорошо, в принципе, для спидрана, потому что есть меньше шансов умереть. У нас сейчас как раз сзади об этом говорят, что все статы абсолютно рандомны, но это не настолько важно, особенно ран раньше в игре. Но если вдруг в конце ваш персонаж будет абсолютно невезучим и вы не получите ту нужную статистику, которая нужна в спидран, ну, допустим, критический урон или хп, то будет очень много проблем в самом конце. Ну, хп, по-неделу, что это ваше хп, сила это, то, как у силы, такой у вас персонаж, есть защита, есть магическая атака, скорость влияет на то, как вы выворачиваетесь от ударов, а также, каким вы ходите, почему вы ходите раньше или позже, чем враг. Также, если ваша скорость в два раза больше, чем врага, то вы атакуете дважды. И есть еще статистик, которая также влияет на защиту от магии. А также есть такая статистика, как удача, которая сразу влияет на несколько других, это на критические попадания, на уворот и на множество других. В принципе, достаточно банален для любой другой РПГ. Сейчас они обсуждают одну из способов у нас персонажей, что чем больше ему нанесут урона, тем мельнее начнут атаковать, но сильнее. Мы не хотим этого делать. Как видите, тут есть персонаж с луком, который зовут Шиннон, и они говорят, что она умеет контратаковать, и поэтому они дали ему лук. Потому что если они дали любое другое оружие, он стал контратаковать, и заняло время, и они долго убивали, слишком врагов. В таких играх, как, например, Fire Emblem, Bones of Radiance, весь спидранс зависит от того, как вы хорошо строите маршрут, и как хорошо вы можете контролировать персонажей в этой игре, ну, и насколько быстро вы можете раздавать эти команды. Но больше смысла именно в составлении маршрута, чем именно в каком-то определенном отдельном скилле или трюке, как это обычно бывает в других спидранах, например, платформерах. Мы еще видим пару тактических игр, я думаю, на протяжении всего марафона. Правда, их будет не очень много, поэтому это будет редкость. Следующий персонаж, который вы должны получить, это Марси, но, к сожалению, она скажет, что вы не достойны ее и сможете получить этот через пару частей, несмотря на то, что он может быть даже несколько раз сильнее, чем она. Сейчас она говорит, что мы получили один из эликсиров, который понадобится чуть позже в игре, потому что он вылечит полностью персонажа. есть еще какие-то другие вещи, которые хилят, но они восполняют лишь какую-то часть, как это обычное изделие. Сейчас появился первый маг в игре. Магия очень интересно действует и имеет четыре элемента. Это воздух, электричество, огонь, и еще что-то. Вот, и магия нужна, опять же, чтобы использовать против врагов с определенной слабостью к ней. Например, электричество каким-то образом влияет на драконов, то есть, драконы получают дополнительный урон от электричества. Они, конечно, не знают почему, но вот так вот в этой игре придумали. Почему вы используете мейджи, а также на мейджи? Да, вы должны ударить их с чего-то жестокое и металлическое. Именно в этой части, ну, или в этой главе им надо победить босса, они обязательно убивают всех. Я напоминаю, что Шинан, этот персонаж с луком может контратаковать, и так как сейчас они специально себя окружают воинами, которые атакуют его через одну клетку, босс будет атаковать его через две, и значит, Шинан сможет его контратаковать, потому что, к сожалению, лук не умеет атаковать в упор. Как видите, вот сейчас Шинан контратаковал дважды и убил одного из юнитов. Да, нет, рекорд по этой игре, вот сейчас мы посмотрели, это поставим этим же человеком вимпейдж, и он прошел груз за 2 часа 7 минут 24 секунды. Опять же, японская версия на геймкьюбе. Это первая игра в Fire Emblem, говорит спидраннер, где снайперы получают какой-то критический бонус к урону. На самом деле, кто хотя бы немножко играл в Fire Emblem, понимает, о чем я говорю, потому что в этой игре безумное количество классов, и понятное дело, что спидраннеры оптимизировали же маршрут и включили в них классы, которые нужны для прохождения как можно быстрее. Сейчас они подтверждают то, что Мирмидон, это тот, кто бегает с Трезупсом, был самым лучшим классом до этой части. Итак, что сейчас Гвинпидж делает, он двигает в сторону кучу бесполезных юнитов, чтобы они не мешались, и сейчас несколько лучников будут атаковать Шиннан, и тем самым Шиннан сможет контр-атаковать. Итак, обычно вы убираете лучников в сторону, чтобы мили-юниты могли подойти, но, к сожалению, компьютер в этой игре думает по-другому. И каждый раз, когда вы вставите не очень удобную позицию, он отправляет лучников на передовую, тем самым не давая пройти обычным мили-юнитам, которые атакуют в упор. И так, чтобы выиграть именно эту карту Айк должен выжить, то есть главный персонаж, и лучник, который перешел прямо перед Айком не может его атаковать, поэтому Айк может просто стоять и ничего не делать. И, в принципе, они сейчас не будут убивать этого лучника, который стоит перед Айком, то есть перед синеволосым парнем. И Айк сможет выжить на протяжении всей карты, особо не волнуясь за свою жизнь. Как видите, компьютер в данный момент просто собирает свои войска в одну кучу и ничего не может с ней сделать, потому что лучники не умеют атаковать тех, кто стоит перед ними, а мили-юниты могут атаковать только тех, как раз перед ними, но они станут за лучниками. вот так вот отличное решение. Решил сделать вот такое решение, сделал компьютер. Вы на этой карте, вам надо проскочить мимо некоторых врагов, и враг не начнет двигаться, пока вы не выйдете из леса. в этой игре появилась недавно новая механика, по названию rescuing, то есть спасение. В данный момент, как вы видите, на Титании висит небольшой значок человечка, это Титания, это женщина на коне, и это и есть способность rescuing, которая позволит вам переносить других персонажей на другие места, но когда вы так делаете, вы получаете небольшие штрафы к вашей статистике, но учитывая, что Титании до сих пор атакует дважды, то есть имеет скорость в два раза больше, чем любой другой юнит, и атакует достаточно сильно, это, вы можете понять, насколько Титании сильная вообще в принципе. Немножко возвращаемся к истории. Сейчас они нашли принцессу, которая сбегает из своей страны, на которую напали злодеи. этой игры. Вот такое классное объяснение мы получили от спидранеров. Я так понимаю, что это на самом деле очень сложный сюжет, как это обычно бывает во всяких RPG с политическими интригами и так далее, но, к сожалению, походу, большую часть мы ее не видим, плюс вся игра на японском. это одна из худших частей в игре. Это из тех самых веселых частей, которые весело смотреть, но не делать. и так далее. Большая часть врагов в этой игре походу рандомны, именно в плане статистики и так далее, но где они стоят, не рандомно. Титания пойдет в одиночку сюда, чтобы убить все, что только тут движется. Вот, как вы поняли, уже Титания похода это самый сильный персонаж на данный момент в них. Очень много... Потом к врагу придет небольшое подкрепление и все они появятся снизу, поэтому он держит Титанию как можно ближе к низу экрана, чтобы сразу встретить подкрепление и уничтожить его с помощью Титании. Обычно, когда вы атакуете врага, они контратакуют, то вы контратакуете их. Но если вы стоите в специальном режиме, то есть если вы стоите все персонажи, в десантинском видео, это персонажа с мечом, который сейчас играет с фиолетовыми волосами, он от кого, как только враг подошел к нему. Большая часть игры настроится на критах и на контратаке. Хороший крит. Он говорит, это плохой крит, потому что он хочет, чтобы Оскар его убил. И тут в итоге все-таки именно Оскар его убил. Я напомню, что маршрут включает себя именно в точную прокачку персонажей, чтобы иметь определенный набор навыков, определенный набор профессий для них к концу игры. По мне, вот именно составить маршруты для RPG самое сложное. То есть для платформеров в принципе это не так сложно делать, потому что вы знаете маршрут, вам просто надо выучить трюки, исследовать и тренировать их. Здесь же вам надо продумать, как качать персонажей и включить также этот сам маршрут какие-то рандомные моменты, случайные, такие как прокачка персонажа, опять же, потому что статистика прибавляется слистоты абсолютно случайным образом. Итак, сейчас будет отличное время, чтобы почитать немножко пожертвований. И я вижу, что им до сих пор такие по 120 и больше долларов, а основной стрим с моря больше 40 тысяч человек. К сожалению, кстати, серия Fire Emblem, пока, кстати, не читать пожертвования, я немножко не поговорю, была не настолько популярна в России и чем за рубежом. Хоть это японская игра, она очень сильно хайпилась в Америке и многие провели свое действие именно за этой игрой, играя в нее на Nintendo. А концерт Nintendo именно в России получил не очень большое развитие. Ну, у нас была Dendy, как вы помните, и некоторые игры все-таки перенесли. Не знаю, были у нас Fire Emblem, но у меня его на первую в детстве не было. Я надеюсь, что на самом деле когда-нибудь мы познакомимся, что Nintendo хорошо разойдется у нас на рынке и мы получим такие игры, как Fire Emblem на 3DS и так далее. Ну, хотя сейчас их можно приобрести, просто их редко можно достать у нас. и так, иногда вы можете заметить, что вражеские воры пытаются украсть сундуки у вас. И поэтому, когда спидрандер будет видеть, что они делают, то он быстро тачит на них, потому что в сундуках находятся нужные предметы. Они не рандомные. во время фазы врага вы хотите убить как можно больше других врагов, чтобы сократить свою фазу. И напоминаю, как он делает, он использует контрудары. и так, сейчас не обсуждают, почему он не атаковал миродона дважды, атаковал дважды рыцаря, контратаковал. Вся суть именно в скиле, которого они есть, называется Арморслейер. Те, у кого больше армора, он атакует дважды. Идеи, или наоборот, меньше. Сейчас пожертвование говорит, что Fire Emblem Path of Radiance это была первая игра, которая затянул человека в Fire Emblem. И то, что мы достигли 100 тысяч долларов. Скажем так, первый гет большой. Я думаю, мы в этом году очень легко достигли миллиона. Но вот достиглили мы двух, это уже другой вопрос. Если когда-то решитесь поиграть в Fire Emblem, готовьтесь потратить на нее более 300 часов, а не 2 часа, как собирается потратить на нее в Game Page. HP, magic, skill, speed, luck, � И вам требуется время, чтобы понять, в какой вы ситуации находитесь, и спидрары не тратить на это время, потому что они уже знают, где находится, вплоть до карты врага, подкрепления и секрета лицокровища. Они будут атаковать тебя, если ты в стационарном уровне, и они не будут двигаться. Да, и тот, который он убил раньше. Ох, это был аэротагент, который был угрозен от босса. О, нет, угроза. Да, и угроза не будет атаковать тебя, но у него ничего не вышло, он умер в аэротагенте в Титане. Потому что Титане в данный момент убивают всех, все и вся. К сожалению, именно на этом уровне, даже убив босса, игра продолжается, потому что вам надо убить каждого врага на карте. Угрозы, когда ты играешь на файл, которые уже были выполнены, и они угрозят твою стату, когда ты их ставишь. Да, 5% каждый, кроме мейдж-банда, угроза 10% для всего 1 стата. Все остальное добавляет 2 статы. Сейчас немножко рассказали о том, как приболее статы. И то, что разные классы получают разный прирост в статистике. И у магов одна статистика получает лишь 10% от оригинальной статистики. И так, мы пропускаем полностью все катсцены. Он говорит, в этой катсцене умер один из ключевых персонажей. Небольшой спойлер. В начале каждой новой главы вы заходите на базу, где вы можете, скажем так, одевать новые вещи на персонажей, искать, ой, улучшать их и обменивать их на экспириенс. Как видите, сейчас Айка, они сейчас как раз обменивают предметы на опыт, чтобы как можно больше левелапнуть. Айка, главный персонаж игры. Также персонаж получает больше опыта, если вы не заполните полностью свою команду. То есть, если команда будет меньше, чем у вас слотов. То есть, это дополнительный челлендж по стране, ну, который, думаю, компьютер у вас дополнительный челлендж. Но если у вас все продумано заранее, это лишь дополнительный опыт, который нужен персонажам. По-моему, Fire Emblem это одна из тех игр, где, если ваш персонаж умрет, я имею в виду, из ключевых, которые вы нашли во время игры, он умирает навсегда. Сейчас они рассказывают о том, что в Fire Emblem есть два режима. Это Random Mode и Fixed Mode. То есть, случайный режим и предрешенный. В рандомном режиме абсолютно вся статистика, которая повышается через левелап абсолютно рандомна. То есть, случайно все прибавления к статам и так далее. Этот режим стоит по дефолту в самой игре, как только вы ее начинаете. Поэтому они стоят в Fixed режим, чтобы знать, как развивается их статистика. То есть, там меньше намного случайностей есть. Чем меньше случайностей в игре, тем лучше спидранера проходить игру. И проще, понятное дело. Сейчас спидранер говорит, что мы пытаемся пропустить как можно. Больше боевых действий. То есть, определенная позиция Айка в данный момент позволяет ему убивать именно вот этих кавалеристов по одному. То есть, если он подошел чуть ближе или встал дальше, то они заходили по двое и тратили дополнительный ход на то, чтобы добраться до него или атаковать. А сейчас, как видите, Айка убивает абсолютно всех кавалеристов за одну... за один ход. Принут за ход врага даже. И это очень удобно. Как вы видите, лучник то, что атаковал Сорна, это вот того мага, но так у него нет оружия и поэтому лучник выбрал его. В принципе, что будет делать, компьютер можно предугадать по его приоритетам. То есть, если он видит безоружного персонажа, он, скорее всего, будет атаковать его. Поэтому они так и сделали и поставили Сорна за другим кавалеристом. Магия, электричество или тандер. Мэджик, которая есть в этой игре, достаточно уникальна. У нее намного больше... она носит намного больше урона, чем любая другая магия в игре. Они говорят, жалко, нет никакого глича, чтобы поставить Айка за левую стену, тогда бы этот уровень прошел намного быстрее. И не сравнили только что ее с Super Mario 64, который был до этого. Там просто вставай к тене и немножко потыкай сегодня, и ты пролетишь через нее. Но, к сожалению, такое сделать в тактической RPG проблематично. Потому что контрольных персонажей у вас не так много. Я вообще не уверен, что тут есть какие-либо гличи. Скорее, тут больше именно манипуляция АИ, то есть искусственного интеллекта, которая ИИ. Чем занимается спидраном на протяжении всей игры. Ну, стоит немножко поговорить, как вообще работает искусственный интеллект в таких играх наподобие Fire Emblem. Чаще всего компьютеры выбирают наиболее удачный вариант развития событий для себя. Даже если это окажется в итоге не так. Поэтому, в принципе, вы можете манипулировать, просто используя какого-нибудь персонажа как приманку. Как, например, до этого Гвинпейдж использовал мага. Поставив его за кавалериста, заставив всех лучников атаковать его. Ну, точнее, одного, но заставил. Они говорят, что Титания настолько сильная, что даже если её будут атаковать каждый ход, и будут попадать или носить, и Дома Константин не умрёт. Я думаю, что мы не говорили, что Регал Сурс также суперэффективен на арморг-юнитах. Да, я говорил. О, ты говорил? Окей. Что значит суперэффективен? Мы говорили, что Магия на арморг-юнитах эффективна на арморг-юнитах. Сейчас мне расскажет о том, что есть суперэффективное оружие, когда у оружия повышается урон в два раза. Как понять, что оно суперэффективное, это значит... Я напоминаю, что тут призы каменов, чтобы мага, например, вся магия очень хороша против летающих линитов, которые мы увидим позже. Это грифоны, драконы и так далее. И в данном случае, если мы возьмём специальное оружие, и оно будет в два раза сильнее, или улучшено больше, чем то оружие, у которого есть у врага, то оно найдёт в два раза больше урона, чем должно. Да. О, мой бог. Итак, Гвинпейш уничтожил кунтер из Титании, потому что кунтер – это недостатка времени. Это практически ваша причина. Итак, как я понимаю, кунтер – ты, знаешь, вы получаете удар по врагу, и есть возможность, что вы получаете половину дамага назад, до того, чтобы вы получаете регулярную арморг-юнитку. Это звучит круто, пока вы понимаете, что если у вас высокая защита, то это не значит ничего. Титания имеет высокую защиту, так... Сейчас в них говорят о том, что каждый раз, когда твой персонаж контратакует, он наносит лишь половину урона. Как видите, у Титании появилось новое оружие, которое они только что создали в кузнице. И только что Титания нанесла 26 урона в контр-ударе, а я напомню, что это лишь половина урона, который он может нанести. Теперь, они говорят, они сделали немножко читерское оружие в этой игре. Каждый раз, когда вы рефоржите оружие, то есть его создаете заново в кузнице, его критический урон, точнее критический шанс падает на 3. И каким-то образом они сделали эту пику с критическим шансом 255, что в принципе почти невозможно, хотя игра будет показывать, что там 0. И это означает, что он тоже будет урожать несколько яволинов и так далее. Надо сделать еще пару таких оружий, которые будут иметь огромный критический урон или критический шанс. По сравнению с американской версией, в японской версии намного больше вариантов, чем в американской версии. Я не знаю почему, видно они очень сильно отличаются. Вы можете заметить, что в правом верхнем углу карты появилась Марсия, которая появилась до этого в пару частей запись, который сказал, что мы недостаточно сильнее для нее, хотя на самом деле в данный момент уже каждый персонаж сильнее, чем эта Марсия. И сейчас вы будете следить за вот этим персонажем за Дитане или большей части игры, потому что она сейчас самый сильный персонаж. А вот и Марсия. На Пегасе. И мы только что преодолели 100 тысяч долларов, хотя уже об этом говорили. Они только сейчас заметили это на основном стриме. Эта игра состоит из нескольких фаз. Например, есть фаза башни, то есть где вы управляете персонажем, фаза врага, а также фаза контрударов, по-моему, или фаза дополнительных персонажей. Сейчас, так как она пристенилась Марсия, ее управлял компьютер. В принципе, они не управляемы вами, но вы можете заставить их и идти в определенную вам сторону. Например, поставив Айка в самый низ карты, он заставил Марсию лететь к нему на протяжении всего времени, успевая Титании убивать всех и вся, что есть на этой карте. Да, кунтер-скилл активации – 2-е skill, и босс имеет 12-е skill, то есть это 6% chance, что это случилось. Но это случилось слишком часто для меня, поэтому я не буду рисковать. Это не слишком большая проблема, потому что нужно ждать, чтобы Айк выйти к нему. Да, поэтому сейчас в плоте они говорили... Итак, по сюжету сейчас они поговорили с владельцем какого-то, не владельцем, я не знаю, владельцем Бастиона, то есть вот этой экипы, и получили 20 тысяч золота за это. Ага, сейчас 2 персонажа, которые они получили, больше будут использоваться для шовинга. Это техника, которая позволяет двигать других персонажей с помощью атак. Как мы видели чуть раньше, он использовал мага с посохом, чтобы подвинуть Титанию. То есть, дамага они вашим персонажам не нанесут, но подвинут их на одну-две клетки, что поможет им двигаться быстрее к другим врагам. Они сейчас расскажут, что пару персонажей, которые присоединились к нам до этого, покинули команду. И думаю, это об их причине, что один из персонажей просто ушел за команду, тоже увидел какой-то пролетающий мем-пакет и потерял какой-то либо интерес к битве. Ну, говорят, что тут очень странный сюжет. Вся эта карта, в принципе, разумеет то, что вы должны освободить абсолютно вот этих всех ребят, которые заперты в клетках. Но они этого делать не будут, потому что у них есть Титания. Да, там также есть ключевой персонаж, но он сам выберется из тюрьмы, даже не будем его спасать. Да, и я думаю, что мы просто сделали контракт с Булком. Я думаю, что это делал примерно 50 гривен для каждого честа, но мы никогда не будем платить, и он все равно делает это, так... Да, и там Маршия получила... Найтман. Как видите, произошло то, что еще раз баг, и вместо нуля Гвинпейдж получил на пике 255 критического урона, или это критический шанс. По-моему, именно это критический урон. Какая любимая Fire Emblem игра у спидранов, которые сидят на диване. Тоже были Radiance of Dawn, Place of Radiance, который сейчас играет, и какая-то версия на Game Boy. Очень много есть игр из серии Fire Emblem, если вы погуглите, сколько их будет очень много. Мы будем промоутить, или точнее улучшать Маршию, когда мы докачиваем до уровня 20. Потому что он получит очень важное улучшение для своих статов. Самое главное улучшение, которое он получит, это улучшение на передвижение, то есть дополнительные шаги. Дополнительные шаги в этой игре, это просто огромное улучшение, говорить сзади из спидранов. Потому что это очень редкая статистика, которая повышается в абсолютно редких ситуациях. И Марсия, один из тех персонажей, которые получают это улучшение. Два новых юнита, которые мы получали недавно, это Мордекай и Лив. Это часть истории, как это было, это как разрушение против Лагус. Это их дискриминация. Да, так как механизм, Лагус, каждый Лагус имеет свой свой начинок в Лагусе. И когда это ударит в пол, он становится в бест. И это будет очень важный момент. Они связаны немножко с сюжетом игры. И сейчас мы немножко о нем расскажем. То, что тут происходит война между обычными людьми и так по-моему, животными, которые называются Лагусы. И сейчас мы получили одного из Лагусов, который сможет превращаться в животное перед началом битвы. И во время битвы, если он берет определенную шкалу. То есть, грубо говоря, мы получили оборотня с нее в команду. И это занимает 2 или 3 секунды его превращения. И мы не хотим, чтобы он превращался. Или, как видите, появилась надпись класс Change. Марси тоже сменила класс. Это и произошел Promote. И сейчас мы увидели, как Марси взорвалось что-то новое, говорят шпидраннеры. И, как видите, она получила огромную просто статистику ко всем. Почти ко всем, кроме одной. Я понимаю, что перед каждой новой главой он может потратить деньги и что-то, там еще какой-то ресурс, который он копит, на опыт. Как видите, перед началом битвы вы можете поставить персонажа на любой синий квадрат. То есть, это тактическое расставление юниту. Может это очень, это большая редкость для вообще этой игры. И, говорит, когда нам предстоит это делать, мы доставим как можно ближе к выходу, что-нибудь в этом роде. Или к главному врагу. Ну а сейчас, я не говорю, мы проигнорием абсолютно всех юнитов, которые есть на этой карте. Просто перелетим через замок и убьем главного босса. У Марса есть, скажем так, слабость против лука. Но Айк бы получили 2 раза больше урона, потому что его армор слабее. То есть, его защита. Иногда этот кавалерист почему-то имеет чуть больше защиты, чем следует. И он может не умереть от атаки Айка. А я напоминаю, что каждая почти битва-стычка с тем или иным врагом рассчитана полностью спидранером. Но обычно рассчитывается, что вдруг не вмешивается в генератор случайно чисел и не портит все эти планы. И вы увидите это довольно часто. Итак, то, что пожертвует ли 520 долларов. Итак, в Fire Emblem 7 им говорят, пожертвуйте мои любимые гранты, поэтому он решил пожертвовать именно сейчас. Вся суть сейчас вот этой именно части или главы в том, что им надо переправить принцессу на корабле через море. И сейчас, в принципе, их должны агравить, то есть на них должны напасть. И поэтому мы взяли Марсю, потому что в данный момент она может атаковать всех летающих ювидов, которые тут есть, и не ждать их, пока они не прилетят на корабль. Это довольно непросто, потому что у Вибра-райдера в общем-то лучше класса, чем у Бегаса, потому что они имеют сильную силу, чтобы делать то, что они должны делать. Обычно наездники на Вибра-райдер намного сильнее, чем наездники на Пегасах в плане урона, потому что им больше намного сил, но меньше защиты, и у них достаточно скорости, чтобы уворачиваться от всех атак и контратаковать. Но так они вложили уже столько ресурсов в Марсю, как мы будем, в принципе, использовать только ее из летающих юнитов. Это и есть те самые лакусы, которые превращаются в животных, то есть это местные обороты. Они уже действительно сильные. Сейчас они говорят о том, что большая часть предметов, которые падают в этой игре, они использовать не будут, потому что они тратят время и не тратят время. Но иногда они попадают предметы, которые дают, скажем так, перманентную прибавку к статистике. Например, сейчас у них выпал сервис ТИР, который проводит плюс 7 КП, которые они используют. Сейчас они очень высокого уровня, и поэтому Марсия может уничтожать все и вся. То есть она сейчас 20 уровня, когда все враги 6-го, 7-го. Это еще одна из тех частей сейчас, точнее глав, где вам надо просто выжить, то есть прожить определенное количество раундов. Но в этот раз мы не будем просто так пропускать каждый раунд, мы будем спасать зеленых юнитов. Другой способ закончить уровень, это надо сдать Айка поговорить с Астрид, это девушка на коне. Итак, мы каждый раз ударим Астрид, чтобы подвинуть ее к Айку, чтобы Айк мог подойти к ней за один ход. Как видите, они двигают Айка в том числе, это и есть Шовинг. Вот, и сейчас они поговорили с ней. Итак, также мы сохраним время, если мы откроем абсолютно все ящики заранее, и тогда вороны не будут открывать, а просто улетят. Я так помню, что вороны это воры, которые тут находятся, которые напали до них до этого и пытались ограбить. И я желаю вам лучшего успеха в ваших раундах. Я пытался повернуть голову с этим, но это, по-моему, Садами Геймс и 250$. Все еще читает пожертвования, и мы уже собрать тотем 1000$ на инфоритность. О-о-о! Вау, героя-солдер! То, что появился солдат-герой, говорит, такого у них это не происходило. А-а-а, тот солдат решил, вдруг... Критическим ударом другого солдата. Обычно он умирает, они говорят. Ну, то есть у этого юнита абсолютно обычное оружие. То есть, то, что сейчас нанес критический удар, это огромная редкость, то есть там, это был очень маленький процент. Это тот момент, когда они хотят, чтобы в этой игре была включена анимация, которую они включили для скорости. Потому что это был бы суперричный. Йо! Йо! Он был бы по-другому! В отличие от Радиант Доун, где вы можете вставить анимацию на или опыту на сферу, при нажатии на C. В отличие от Радиант Доун, то есть фармингом Радиант Доун, где вы можете включать и выключать анимацию, просто нажать ни одной кнопки, здесь вы так делать не можете, поэтому, к сожалению, мы не увидим упичный момент Рыцаря, который почти в денуточку справился с командой. Это не шутит, конечно же. Слушай, как обычно Марсия и Титания просто разносят чужую команду в пух и прах. Сейчас я не расскажу о том, что, подобрав Energy Drop, это еще один эксперимент, увеличивает силу атаки на два, навсегда. Вот, и это огромный, на самом деле, прирост статистикам. Марсия, в данном моменте, скажем так, бессмертна, потому что она очень большой уровень. Я понимаю, что Титания сейчас-то уже, в принципе, бессмертна, и никто ее не может убить или ударить, она восьмого уровня, а Титания двадцать какого-то уровня. Чем Марсия двадцать в полторе, а Титания восьмом. Я думаю, что Марсия, хоть и пока четвертый уровень, становилась намного большим. Потому что произошел промоут, то есть, когда она докачалась до десятого уровня, произошел промоут до следующей профессии. И ее статистики сейчас намного больше, чем у обычной юниты четвертого уровня. Сейчас снова можно почитать пожертвования, потому что достаточно времени, пока не проходит эту глобу. Гвинпейдж говорит, что это, я напоминаю вам, что это та глава, где надо просто выжить, то есть, чтобы никто не умер. Я думаю, что есть несколько врагов, которые просто остаются в статистики, даже если это не в их личном интересе. Да, это был Хелфорд, вот здесь. Если ты не охраняешься, то он будет просто двигаться и дать тебе гейм-овер. Кстати, юнитам также нельзя, вражеским юнитам нельзя дойти до зеленой двери, как вы видите, которая там есть, такой зеленый квадрат. Если они дойдут оттуда, то это будет сразу же гейм-овер. И если, скажем так, он немножко неправильно расставит своих юнитов, то он один юнит просто дойдет оттуда и захватит корабль и сразу же выкинул из гейм-овер. Мне напомню, что искусственный интеллект в этой игре очень своеобразно себя ведет, и у него очень странные приоритеты. Прикадал рассмотреть лучников перед воинами и не дает воинам атаковать, и лучики тоже не могут атаковать, потому что не могут атаковать только кого-то, только кого-то через две клетки. Все зависит от приоритета компьютера. Какого персонажа он его выбирает для атаки, и какие точки для захвата. Делал накрывать последний сундук, и теперь Рэйвен не появится. Как видите, Рэйвены все улетают, потому что он открыл абсолютно все сундуки. И теперь мы просто будем закачивать каждый ход. Потому что ему надо пропустить прямое количество ходов, чтобы закончить эту карту. Делал 3 часа, чтобы убрать фару и лим-рюн. Он улетел 3-х лет назад, и я так счастлив, чтобы люди играли в игре, чтобы бороться к этому поврежденному заболеванию. Также в лучшей традиции, чтобы выиграть, чтобы убрать фрэм, и убрать животных. Это мононимое $55. Думаю, Дон. Да, большинство шоуов, кто в Европе смотрит это сейчас, потому что я знаю, что часа гораздо более теплая. Только что выиграли небольшой шоуов в Европе, потому что там сейчас тоже, ну скажем так, поздно, как и у нас, а у нас даже рано. Я бы сказал, у нас сейчас 6.30 утра. Вот, и здесь, по-моему, сейчас уже 8.42, по московскому времени, да, точно. И сейчас небольшой shout-out был. Я думаю, услышим shout-out во время BattleBlock Theater от PGA, потому что он очень любит русский стрим, и сейчас учит русский. Несмотря на то, что он американец, он, думаю, хороший друг. Поэтому, я думаю, мы еще услышим пару отсылок к русскому настриму. Да, конечно, то есть у нас в прошлом году были отсылки, у нас рассказывали, то есть прям говорят, что thanks to Russian re-stream и так далее, и так далее. Нас и рейдили часто. Потому что мы все-таки официальный рестрим, и часто напоминает о нас. Ну и не только о нас. Мы самые новые в этом мероприятии. Французский рестрим уже 4 года все ведет. Немецкий, по-моему, 3. Испанский 2. А вот мы его только полгода. Мне просто казалось, что я натыкался на русский рестрим, но прошлое года не было? Нет, нет, ни разу. Только на сам родине Данхуэк появился первый русский рестрим. Вот, то есть никогда раньше на русском это не шло. И в этом игре, когда он встает на тресерном месте, то он 100% гарантирует, что он получил то, что я имею в виду. И он просто получил струб, который случайно там. Да, это очень хорошо. Сейчас я не рассказываю о том, что им нужен предмет, единственное на этой карте это ботинки, которые увеличивают вашу... скажем так, дальность передвижения на себя. Итак, они убили всех, кого надо в этой части и... могут длиться дальше. В принципе, каждая часть фаер эмблема это небольшой набор битв, а потом вы попадаете в хапу, то в этот, где вы можете улучшаться, крафтить новое оружие. Далее в основном они крафтят пихи, которые являются самым сильным оружием. И, кстати, мы сейчас видим, на экране проскочили имена для Oracle of Ages, то есть название файла, ну или имя Линка, которое будет во время прохождения Legend of Zelda. И в данном моменте религирует имя Ивата. С прошлого года еще все начинают жертвовать именно на это имя, потому что в честь бывшего директора Nintendo. Я говорю, самое полезное в этой игре есть то, что когда персонаж достигает максимального уровня, когда он начинает атаковать кого-либо другого, у него больше не показывается его полоска опыта. То есть он может атаковать и не тратить время на получение опыта. Потому что я напоминаю, что опыта получится даже за любое действие, связанное с битвой, то есть атака, уворот, контратака и так далее. Только что сказали в пожертвовании, что Fire Emblem достаточно сложная игра для вхождения, особенно для тех, кто смотрит. Вот, тоже она очень специфична. И сейчас они еще не используют техник под названием Enemy Skid, которую не рассказали в пожертвовании. И что это значит, то что большую часть времени вы будете проходить сквозь врагов и почему-то будет постоянно черный экран. И он говорит, что старая спидрана это не очень интересно, потому что вы будете большую часть наблюдать именно за черным экраном, а не за игровым процессом. Говорит, это очень странно. Итак, сейчас мы будем использовать двух самых мобильных юнитов, чтобы добраться как можно дальше в глубину уровня. Итак, сейчас они подберут один из самых важных предметов для Марси, который называется Full Guard, который позволит Марси выживать в самом конце игры. Враги атакуют Титанию, точнее идут именно атаковать ее, потому что у нее ничего не экипировано на одной из слотов, и враги думают, что она слабее. И еще больше пожертвований читает. И еще пожертвовали денег на то, чтобы спасти животных. На плане, что она используется в способности Rescuing, то есть когда другой персонаж сидит в другом, из-за того, что этот персонаж не имеет какие-то средства для передвижения. Вот, и поэтому они могут намного быстрее передвинуть основного персонажа, то есть Айка для конца карты. Несмотря на то, что сейчас идет Fire Emblem, и время приближается к ночи в Америке, их чат достаточно активен. И по-моему их смотрят несколько тысяч, сколько, сто тысяч человек? Девяносто восемь тысяч. Их девяносто восемь тысяч, это наши четыреста. Возвращение в эту игру, я очень понимаю, насколько сложно втянуться в эту игру, особенно если смотреть ее, если вы никогда не играли в Fire Emblem или в другие тактические игры. Если вы хотя бы раз играли в Fire Emblem, вы понимаете, что делать спидранер. Сейчас в Америке уже 12 часов ночи. Ну, точнее, уже час ночи почти, без 10. Я понимаю, что разница у нас с ними в 12 часов. Поэтому большая часть, например, очень интересных, хайповых игр, например, Half-Life, два попадают. Восемь часов. А ты не тот смотришь. А они не в Вашингтоне? По идее нет. Ну, у нас должно быть разница в 12 часов ровно. Но они же вроде в Вашингтоне проводят. Я вроде в моем сайте. Да. Это эст. Чемти минус пять. Странное время. У нас плюс три. Угу. Сейчас, я в моем сайте посмотрю. Да, ты посмотри, какое у них сейчас время, и мы можем узнать, сколько у них. Может, я что-то путаю. Хауталтондау нажми. Хауталтондау с аэропорта. По времени не очень понятно. Ну, значит, у них сейчас 12 часов, у нас разница не в 8 часов, а не в 12. Ну, окей, ну, как правило, это не такое особо сильно. То есть, на ночь у них выпадают такие игры, как Приниканарь или Безе Херос, Трайверы, Жлай, Ганстар, Супер Херос. А потом на утро поедали, For Dead, Darksiders, DL, May Cry. Интересно. Интересный у них подход к организации. Потому что, когда у нас будет Half-Life 2, ночью, в час ночи, он будет не в днем. Еще во вторник. А у нас это уже будет среда. Ха-ха-ха. То, что они скрафтили достаточно сильный меч, розовый меч для Айка. И назвали его For Friends за друзей. Это такая, скажем, внутренняя шутка Fire Emblem, о том, что Айк каждый раз говорит, что делает все ради друзей. Это огромная карта, на самом деле, которая состоит из четырех маленьких частей. Мы уже говорили, почему она играет в японскую версию, потому что она отличается от американской в плане крафта, которую они делают, только что сделали, то есть имеющаяся для Айка, которая имеет безумную статистику. Используя небольшой глич, потому что заставляет игру думать, что, когда они понижают, короче, статистику меча одного нуля или любого другого оружия, он получает в итоге 255 к критическому урону. То есть это очень много, обычно оружие имеет 15 или 5. Также в японской версии текст идет намного быстрее. Чаще всего используют японскую версию именно из-за текста, потому что на иероглифы появляются быстрее, чем отдельные слова. А в данном случае это потому, что японская версия очень сильно отличается от американской. Да, на самом деле мы об этом говорили, что очень часто выбирают японские версии игр, потому что они очень часто отличаются от оригинальных. Ну не настолько часто, но чаще их именно берут из-за скорости появления текста. В редких случаях берут китайские версии, например, как при прохождении Legend of Zelda Ocarina of Time на IQ. Это специальная консоль, которая запускает ее чуть быстрее, чем оригинальная GameCube. Просто я знаю, тут же GTA V и Сити довольно сильно поменялась стратегия прохождения, просто потому что японская версия игры там немного другая. Там просто несколько сцен вырезано. Вот в том числе и это. То есть в некоторых играх разное количество катсцен, и они могут просто отличаться. Чем меньше времени тратит игрок на прохождение, тем, скажем так, будет выгоднее та или иная версия. Да, в Vice City там они были вырезаны, просто там локалилизатором было лень их оцензурировать. А, оцензурировать, понятно. По-моему, после того, как стали играть именно в японскую версию Vice City, время улучшилось что-то там чуть ли не на 15 минут. Или на 20, при прохождении. Ну да, ну там, ну, 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 с ним, наверное. Кстати, если вы не играли никогда в Fire Emblem, то у вас есть шанс выиграть нас на новом стриме. Fire Emblem для Super Nintendo это огромный бандл. Эта игра достаточно сломанная, если вы делаете именно так. Как ни странно, разработчики подумают, что засунуть вот эти маленькие квадраты внутри леса была бы хорошей идеей. Но они это, скажем так, когда персонаж лесу его никто не видит, никто до него не может добраться. И, как видите, Марси из-за того, что летает, имеет дополнительные ходы, может просто перелететь всю карту. Поэтому они пройдут ее очень быстро. Когда-нибудь я надеюсь, что у нас на сайте Games Done Quick появится описание по каждой игре, именно с основными трюками и так далее. Потому что хоть и спидранеры объясняют многие трюки, есть очень много внутренних шуток, которые очень сложно перевести, либо очень сложно объяснить. То есть, понимая только сами игроки, либо те, кто играл в Fire Emblem. Как видим, вот сзади ребят не очень много сходят на Fire Emblem самого. Сейчас по сюжету Айка обязательно переносит вновь с персонажей, потому что он ранен. И сейчас у Айка понижены статы в два раза, потому что, напоминаю, если персонаж кого-то переносит, у него понижаются статы. И поэтому Айк, скажем так, имеет немножко проблем. Чаще его будут бить, и раньше он уворачивается. Вот, видите, Байка стреляет от магии, и теперь он получает урон, и не уворачивается от него. Сейчас спидранер начал обсуждать пэринг в этой игре, его любимый. Мы не будем это переводить. Шипер, что это должно оставаться на Тамблере. Айка, просто потому что это так истинно. Айка. Чаще, ты получаешь так много флаг. Все просто любят Маку. Айка, он не хайка. Стимул для пожертвования и холодильни. Да, это уже был. На самом деле, в этом году добавили самые лучшие игры по Кирби. В прошлом году Ренессанс Гейн Дан Квейк был безумный. Кирби он супер Нинтендо, в виде играл парень, который мог нажимать на кнопку 14 раз в секунду. То есть он мешал как ненормальный. И в Кирби это очень важно, особенно на боссах. И что он там творил, это было просто безумие. Если вы не смотрели в Summer Games Дан Квейк Кирби, если вы вам очень посмотрите его. Итак, сейчас еще буду считать пожертвования, потому что, в принципе, вся игра сводится к одному. Правильная раскачка персонажей, знание как их расположить и как контролировать искусственный интеллект. Я больше вам порассказывал о сюжете Fire Emblem, но чтобы его рассказывать, надо играть первый Fire Emblem. Хоть каждая новая часть, это как новая игра престолов, потому что вся суть вокруг политики, интриг и войны разных рас, и наций, и государств. Но рассказывать, кажется, об этом это очень утомительно. Проще прочитать. Добрый день. Да, Марсия. Марсия тоже. Я уверен, это Марсия. 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 Сейчас я не шутил на тему, что надо правильно прочитать имя Марсия, и начали перечислять самые разные варианты, которые могут быть использованы имя Марса, Марсия, Марисия и так далее. Отсылка к Тоху, кстати. В данный момент, кстати, именно вот так вот стоит Марсия, таким образом, чтобы защитить собой Айка, у которого понижена статистика, я напоминаю вам, из-за того, что он переносит другого персонажа. Вот его могут атаковать только маги. Даже если у него меньшее количество хоплэн, он сможет увеличиться, потому что, конечно, ничего страшного в этом нет. И задача сейчас просто выжить здесь. Сайрус проснулся, как только я сказал слово Тоха. К сожалению, в этом году нас не ждет никаких игр под Тоха, Сайрус. Извини. Ну, и еще 50 долларов. Гвин Пейдж говорит, что ему осталось получить один критический удар, и Айк умрет. Но, в принципе, Айк не может получить критический удар. Когда Спидрана так говорит, происходит самая плохая вещь, и персонаж его получает. Сейчас основной чат спает Биплтампо, потому что когда-то раз, когда читает пожертвования, очень часто бывают пожертвования с не очень хорошими комментариями. Например, мой отец умер от рака, поэтому я жертвую вам эти деньги. И чат начинает сходить с ума и сочувствовать всячески тому или иному пожертвованию. Немножко журили за это геймзанку их, потому что, если вдруг, допустим, Спидрана пошутил, все смеются, и тут неожиданно читать пожертвования, где у кого-то умер отец, значит, возникает очень неловкая ситуация, смеяться или плакать. Семьдесят пять долларов от фула. Не будь трейдером, спась эти йоши. Большое удовольствие за руководителями и статами, вы делаете отличный работой. Потому что все любят йоши. Семьдесят пять долларов от геймзанка. Семьдесят пять долларов от геймзанка. Кстати, то, что вы сейчас можете общаться в нашем чате, это очень хорошо, поверьте мне. Потому что основной чат в данный момент просто едет вверх бесконечно. Если вы туда зайдете, то у вас унесет поезд и молотов. Это часть четыре, где вам просто надо убить босса. Как видите, тут очень много врагов, но мы их всех проигнорируем, потому что тут есть леса и болото, через которые мы можем пройти. Да, это немного дурак. Верни мне, экран кликс. Спасибо. Патистик, это мубот. Мубот? Нет, мне открыто не нужно открыть. Мне кажется, неплохо еще добавить оптэнг. Так он есть. Есть? Да. Окей, да, я верю. К сожалению, да, мне приходится тараторить по одной простой причине, что как только говорит один спидранер или комментатор, я его перевожу. В данный момент я его игнорирую, потому что... Сейчас они пропускают одну из сцен. Снова. Это один из тех моментов в игре, когда Айк промоутится. То есть у него происходит улучшение и смена профессии. И, наконец, Айк станет полезным. И теперь, так как Айк за промоушен, он может нормально стражать с врагами. Сейчас будет очень прямолинейный уровень, где будет один большой коридор, через который Марсия будет пролетать и отказать все, что там есть, и убивать. То есть Марсия поиграет немножко в геноцид. Прости Сайруса. О, Сайрус, он видишь, висит синий, он может добавить аптайм. Сайрус, добавь, пожалуйста, команду аптайм у бота. Но если кого-то интересует, мы уже стримим 15 часов. Больше, чем основной стрим, не получается. Ну да, мы начали чуть раньше. Основной стрим 13,5 часов. Кстати, у нас же рядом со стримом, по идее, тоже должно быть время, да. То есть нам не нужна кнопочка аптайм. Если вы хотите посмотреть, сколько мы стримим, у нас теперь есть. Теперь это показывается под стримом. Это через FFZ вроде. А, это FFZ, да, показывает? Ну или по стесне Франкер ФСЗ, тогда вы еще увидите. Немного кастомных эмоутов. Да, трансайт сохранит абсолютно все видео, не волнуйся. Плюс мы, возможно, будем включать и выключать их. Туда-сюда, потому что, чтобы обрезать хотя бы какие-то куски. Возможно, по одном сетапом мы выключим стрим, потом включим он снова, чтобы обрезать его. Чтобы не было огромного пас бродкаста на 168 часов, как правильно заметили в чате. Но обычно там он сохраняет, особенно Games Done Quick. Twitch выделяет очень много ресурсов на это мероприятие. То есть мы тоже получаем самые ресурсы. Учитывая, что на основной трансляции Твича был баттон кай... Ой, на Твиче как-то спидральный баттон кай, это самая спидральница 366 часов. Хочу заметить, она была сохранена. Нет, Твич на самом деле может. Только не факт, что он это видео не будет включить. Это самое главное. Это в моей трансляции. То есть нормально он все держит, все нормально будет посмотреть. Я думаю, это часть, в которой мы встречаемся с нашим старым парнем Шинаном, да? Да. Шинан имеет некоторые интересные требования, которые не очень много. Итак, чтобы получить некоторых персонажей в этой игре, надо, скажем так, совершить некоторые важные действия. И каждого персонажа это разные... То есть надо совершить разные вещи. Например, Шинон. Чтобы получить Шинон, которого мы видели раньше с луком, которого у него контур атаковать на расстояние, надо, я так понял, зарекрутить другого персонажа, потому что Шинон в него влюблен. То есть просто так получить персонажа нельзя, надо выполнить определенные условия, и тогда вы его получите. И то есть игра никогда вам напрямую не скажет, как это сделать. То есть вам надо догадаться из разговоров, из сюжета, как этот персонаж к вам может присоединиться. Да, все, кто-то там был. Да. О, так вот, эта атака, которую вы видели, это болтинг-тумб. Есть тумб, которые называют Сиидж-тумб, которые позволяют тебе атаковать между 3-10 сгубов. То есть они как баллисты или снайпинг-тумб, снайпинг-атаки. Сейчас они расскажут о том, что одна из способностей, которую использовали, называется Тандер, что-то там. Ну то есть еще на электрический атак, который позволяет вам атаковать очень далеко, но не позволяет вам атаковать в упор. Вот, поэтому Марси просто подлетает и уничтожает эту воину. Сто семьдесят долларов, то что пожертвовали. И уже собрать со шесть тысяч долларов. Я думаю, еще чуть-чуть будет сто семь тысяч. Наверное, я никогда лично не пойму идеи спидрана тактических игр. Это интересно только тогда, когда ты вот целенаправленно сам ее прошел во-то-до, собрав для всех персонажей все секреты. И когда ты видишь, что оптимизирует маршрут и как проходит. Где ты мучился, допустим, по 2-3 часа на одной карте спидрана просто какие-то за 5-10 минут. Это очень обидно, наверное, для некоторых. Ну и интересно в том числе. Итак, сейчас Гвимпейдж передвинул часть своих персонажей с самой низкой экрана. И причина, почему я это сделал, это потому, что некоторые враги должны появиться с этой нижней части экрана, но они теперь не появятся, потому что там стоят персонажи Гвимпейджа. Какие-то специальные оружия, которые называются Brave Weapon или Храбрые Оружия, странное название. За это надо ткать дважды вместо одного раза. Сейчас Марсис может подобрать одно из очень важных умений. Да, как ни странно, подобрать. И то, что в раз позволяет получить постоянное увеличение, то есть в 15% к критическому удару. Что очень много. У меня это 5 урона. Маги ведра очень слабого от игры, они говорят. То есть в принципе во всех остальных частях она хороша, но именно в этой части эта магия не нужна. Да, но магия не очень слабого от игры. Да, но магия не очень слабого от игры. Все очень слабого от игры, но все из-за того, что все из-за 20% кахтанда. Я думаю, что это примерно 13% кахтанда, но это не так полезно. В большинстве, как и в большинстве, потому что они очень много. Еще больше денег пожертвовали от Prevent Cancer Foundation которая борется с онкологичными заболеваниями и предотвращает их предотвращать и принять те, что находят их раньше в времени то есть занимается ранним предотвращением вроде бы это так называется Несчастливо не обсуждают то, что один из персонажей Оборотни, то что превратился и для казуального прохождения это просто невероятно круто потому что они получают большие приросты к стратам и вообще в принципе сильнее чем обычные персонажи но в плане маршрута для классов радианс они абсолютно неудобные и максимум сколько у них будет Оборотни это два потому что они занимают время, чтобы превращаться и требуют время ну то есть требуют время превращения потому что анимация и также вообще набирают очень долго вот эту полоску для превращения Часто не рассказывает то, что на версии для гейм бой адванс если ваш юнит на чем-то сидит или грубо говоря на лошади или летает на чем-то после того, как он атаковал он может еще двигаться здесь в этой игре такого к сожалению нет это нормально, я просто спасал о, спасибо Они рассказывают, что сейчас они используют не просто удар, а смайт, способность, которая двигает персонажа на две клетки вперед, не на одну. Грейсон на самом деле очень слабый по сюжету и то, как он выдержал все эти удары. Непонятно. Потому что даже в одном из разговоров с Айком, Грейсон говорит, что какой-то прохожий случайно задел и преламывал все ребра. Грейсон очень странный персонаж, но тот с крыльями, который был. Он нужен был для того, чтобы обновить ход у Марсии, который убил то, что босса и закончила весь абсолютно всю часть, всю хасту, задний заход. Грейсон говорит, что сейчас мы пропустили еще один из промоушенов для основного персонажа, нам это не нужно. Мы не хотим смотреть дополнительные анимации, против временной катсцены и так далее. Это мы просто пропускаем. Итак, мы делаем еще один Тандер Том. Напоминаю, что электрическая магия тут является одной из самых-самых сильных в игре. А, Тандер Том, извиняюсь, то есть это Том Электричества, вот, или Том Гурома, называйте его как хотите. И так как это самая сильная магия в игре, дав такую, скажем так, межзагличную книгу магу, они могут уничтожить все. Самая сильная, то есть, лучше всего она действует против летающих юнитов, такие как драконы, наездники на Пегасы и так далее. Всегда вас удивляют, например, некоторые ошибки на тему того, что я говорю, это потому что я никогда, например, не играл в эту часть Fire Emblem, я играл только в одну и ту минут 20. И это было на геймбое. Это очень проблематично, рассказать с грехами, которые ты ни разу не играл. Вообще найти человека, который играл в России хорошо в Fire Emblem, наверное, 2005 года, очень проблематично. А как нашего главного героя, героиню зовут? Героя зовут Айка. Героиню, наверное, потому что Марсю они используют на протяжении всей игры, а главный герой вообще зовут Айк. Это синий, он с вами, наверное. Итак, в самом правом нижнем углу карты находится специальный посоль, который называется посоль спасения, который поможет вам перемещать и телепортировать юнитов. От себя, и он нам понадобится чуть позже. Обычно боссы закрывают, сейчас, чтобы убить быстро босса, они передвигают в определенном порядке Титанию и Марсю. Ну, то есть, как я сейчас не смотрю, как видите на экране. Кенсан сдвигая наездника наиверни, который обычно его закрывает. Почему-то Ай думает, что надо именно сделать так. То есть, обычно он должен охранить босса, но вместо этого он уходит в свое место и идет драться. Ренд достаточно далеко. Опять же, я напоминаю, что манипуляция с искусственным интеллектом, это очень важная часть игры. И так, Айг убивает головного босса с двух ударов. И мы просто убили отца Джилла. Кто это Джилл? Я не знаю, это будет вопрос. Кто это Джилл? Хе, так что мы убили отца Джилла. Кто такой Джилл? Я не знаю, кто такой Джилл. Или это очень важный персонаж для сюжета, но как обычно, сюжет в драмах не нужен. Сейчас я не расскажу о том, как, ну, еще немножко о сюжете, о том, что кто-то кого-то похитил, где-то кто-то что-то отхватил. В общем, та же игра Престелл Лупит сбоку, меньше и крови, верши мелки. У японцев, на самом деле, и вообще у азиатов очень огромная любовь к политическим интригам в играх, особенно в RPG. Вспомните всякие Суикаден, Дизгайя и другие игры. И, в общем, все эти игры, они тактические. То есть, самый отличный сюжет, который он считает для тактических игр, это перевороты какие-то, и, возможно, потому что можно спамить огромное количество врагов одинаково, то есть с солдатами. Вспомните тоже Валькирии Хрониклз. Опять же, я про войну двух наций и война, пародия, скажем так, на Вторую мировую. И так, сейчас мы, как обычно, засудим Айка в Маршин. И она будет его принесать в учреждение тюрьмы тюрьмой. Сейчас он использовал на Айка пьюротер. Это предметы, которые повышают все ваши резисты, а он сделался для того, что... Магия тут зависит от того, какой посох или какой Том у вас киперован. То есть, вы не можете получить такой-то сферный персонажа, не киперов, определенное оружие. Спасибо. 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 hablarк. 1993 или 2013 и произошел косяк и когда проходили Fire Emblem, постарее на Super Nintendo по-моему. Произошел очень плохой момент, персонаж неправильно прокачался и они не могли пройти полную часть. И они потратили на одну главу, по-моему, полтора часа и полностью не смогли пройти за установленное время и им пришлось просто пропустить всю игру, потому что они тратили слишком много времени. То есть обычно вообще на карту вы должны тратить где-то минут 50-40, на одну карту. Но благодаря паре гличей с оружием и определенной раскачке персонажей, плюс, как вы видите, Марси огромного уровня, позволяя, скажем так, через эти карты пролетать. А тут получается сколько всего было? Без понятия. А прошли уже сколько? Нет. То есть, ну, как бы, если бы Спидранс сказал, я бы уже ответил. Так, сейчас он обменяется оружием из Хайка в настоящем ходу. И теперь он использует Эликсир, чтобы вас найдете абсолютно все в жизни. Я помню, что оружие тут действует по принципу камень-нож-си-бумага. Пика лучше меча, меч лучше магии и так далее, и так далее. Что это в этом роде? Я помню, что у Марти в данный момент есть штрафы за то, что она несет Айка, за перенос его. Но позже в игре он получит специальный скилл, который позволяет... Ну, и способность, которая будет отменять эти самые штрафы. И вы сможете переносить другие персонажи без штрафов к статистике. Сейчас на меня все порезано в два раза. Если вы видели спидран в прошлом году, говорят, ребята, то... Они какого-то там персонажа пронесли почти всю игру. Просто его носили. А от выходов к выходу... Поверьте, полтора часа это еще не так много. Вот 10 часов на какую-то финалку, по-моему, тактикс, или еще какую-то. Это много. Очень много RPG именно занимает огромное количество времени прохождения. Но есть и платформеры определенные, которые занимают огромное количество времени в том числе. Сейчас они рассказывают о том, что есть разные комьюнити по игре Fire Emblem, где... Ну, так как игра, скажем так, не выходила никаких новых частей, все сейчас очень спокойно обсуждают просто разные тактики к разным частям. То есть, если вы хотите начать спидран в эту игру, то очень легко в нее влиться. Потому что комьюнити очень дружелюбно. Вот, вы можете посмотреть на Reddit, можете посмотреть speedrun.com, или speedrun.arxive. Последний игр, вообще, где засветился Ike, и с Fire Emblem была Super Smash Bros. О, или Smash Bros. Smash Bros, да, в ролл. Оливер, донейте. Ооо, дай мне. Ооо, дай мне. Дай мне смайт с Мором, сейчас. Надеюсь, у нас было несколько капиталов назад. Донейте для Оливера. Ха-ха-ха-ха. Сейчас они шутят про пожертвование цветов по пик. Сейчас они все оружие делают по счету розовыми. Может быть, это было пожертвовано так. Это бонусная часть, где не надо просто зайти до левого верхнего угла карты. И так, чем больше, скажем так, они хотят пройти эту карту за наименьшее количество шагов, ну, фаз. Вот, аж если они потратят три полных хода на это, то и так мы увидим очень много анимаций от союзов юнитов зеленых. Но... Они постараются закончить раньше, чем приходы. То есть мы видим, как выходить враг, и вот теперь еще зеленые юниты будут ходить долго. Есть такая игра, например, от Disguide. Там тоже есть... Ну, это тоже тактическая игра. Но там анимация отличается очень интересная. Она отличается полностью в ходе передвижения. То есть персонажи просто телепортируются. Происходит очень быстро. Это есть только анимация на атаку. Очень простая, когда включаешь. Если ты ее включаешь, то анимация на атаку, особенно на всяких скиллах, где-то по 20-40 секунд. Не знаю, сколько Fire Rambling. Он говорит, мы засунули Марши достаточно далеко. Чтобы Марши могла достигнуть выхода на 3-м ходу. У нас только достаточно тайлов. Я думаю, что мы имеем в виду Моринской оборудования. Да. Сейчас я не пошутил про то, что один из оборотней показал, что он думает, что убивать животных в SuperVetroid нанеся критический урон. Квалились, которые на нее наполнены. Я напоминаю, что критический урон – редкость в этой игре. Есть кончевание глищащейся оружия при его создании в Кузнице. Длинные луки – достаточно интересное оружие в этой игре, где вы можете оттековать за 3 клетки до врага. По-моему, в самом деле, получается, самое дальнее оружие в игре, не включая магию. Смотрите, там есть ломбо. О, мэй, я оставил его 2 HP. Что-то невероятное, что полноценные арчеры, которые называют Марксмэн и Градиантон, они могут оттекать на 4-рange, 3-рange, или 2-рange, я думаю. Это было только 2-3-рange, правильно? Итак, из-за того, что он передвинул Марксмэн и немножко проедет одного из персонажей, вражеские гунты не атаковали и не дошли ровно на одну клетку до него. То есть, я вам напоминаю, что абсолютно всё рассчитано у спидранера, кроме тех монетов, которые задуманы случайным образом в игре. То есть, как прибавка к статам, и то она не до конца рандомная, как они говорили, потому что они включили специальный режим игры, фикс называется. А по дефолту там стоит рандомный режим, когда статы прибавляются абсолютно в случайном порядке и случайное, скажем так, количество статов. Это неудобно при прохождении, потому что вы не можете планировать полностью прохождение. Или спидран. И ещё 50 долларов. Ииии, наконец-то Марксмэн долетел. Ииии, наконец-то Марсмэн долетел. То есть, опять же, вся игра будет проходить с помощью Марси и Титании и Айка. Сейчас они говорят о том, что Джеффри достаточно силён и нет смысла его развивать. Они просто экипировали, например, меня, которые провалили плюс два дефенса и плюс два кризиса. И делают его достаточно сильным танком. Вы понимаете, что раутмэпы, о которых не говорят, это те самые карты, в которых вам надо дойти до самого конца просто и никого, ну, особо не убивать никого. А, стоп, это проходимый карт, нам вроде надо убить, походу, всех. Или может быть только босса. Сейчас мы узнаем об этом. Кажется, когда они говорят раутмэра, то им надо убить всех, то им надо убить только босса. Сейчас они убили только босса. А, нет, значит, не надо убить больше людей. Итак, сейчас мы хотим не вставать на пути этих огромных булыжников, которые похожи на картошку, говорит нам спидранер. Потому что если они начнут их скид, они будут очень медленно катиться. И это проблема, почему они не хотят смотреть, как катится тот или иной булыжник, потому что это занимает очень много времени. Конечно, если он кат задевает. И он говорит, вот этот парень, который там стоят справа, обязательно толкает свой булыжник и он катится, сбивая своих же союзников. Что очень странно, наверное, это сделать для того, чтобы показать, как они работают, чтобы не натыкаться на них. И еще 50 долларов. И еще 50 долларов. И на все продолжают читать пожертвования, которые нет смысла переводить, я уже напоминал об этом, потому что, в принципе, это одно и то же, что говорят постоянно пожертвования, желая удачи, что-то связанное с раком, и, конечно, допустим, kill the animals, save the frames, вот, может быть, когда-нибудь у нас появится свой счетчик, мы не сможем читать наши пожертвования на русском, это было бы очень интересно, на самом деле, могли бы забивать палку тогда ими. Если бы можно было делать конфликт, то она могла бы сделать, то... Нет, к сожалению, мы не можем это сделать, это запрещено. Мы можем получить какую-то поддержку до мероприятия или после мероприятия, во время мероприятия мы не можем ее получать, потому что абсолютно все деньги, собранные на мероприятие, идут в фон private cancer. Да, все-таки в раут, мой бог, надо убивать абсолютно всех. Потому что вы можете атаковать на уровне 1-2, и, если у них есть лунг, то они просто дают... Тестное рассказать о том, что Том с молниями... Том молнии достаточно хорош тем, что вы можете атаковать кого-то в упор, что они можете делать ни лук, ни... Любое другое данное оружие, хотя Том считается тоже данным, хоть и этой магией. Том молнии, что они не могут делать ни лук, ни лук, ни лук... Да, да. Том молнии, это первый раз, когда я с этим делал. О, это было круто. Да, там есть несколько случаев, где мощные враги будут в порядке, чтобы, в основном, сделать то, что они делают здесь с Марши. Я думаю, что мой любимый комбо в Грэйни-Дон это с Ниа, Вантаж, Адап и Коррупция Поэтому она имеет возможность в первую очередь в фазе Честно говоря, что Марс, несмотря на то, что все уничтожить может сделать еще сильнее, если у нее будет определенная комбинация из союзников Кстати, в этой игре у оружия есть Дирабилити В общем, у каждого оружия есть определенное количество использований Я забыл, как по-русски как-то оружие ломается То есть, количество использований Если по-английски Дирабилити По-русски как у нас будет? Прочность, вот точно Да, у каждого оружия в этой игре есть прочность Я что-то уже на самом деле разговариваюсь Вот, и И То есть, некоторое оружие может сломаться И у Марси может появиться способность, которая может сломать чужое оружие Что очень жестко И поэтому, кстати, у многих персонажей по четыре оружия Не по одному Всем уже написали прочность, я вижу Да Когда ты продолжаешь слушать английский язык И, ну, то есть, в одном лухе И тебе постоянно говорить DreamPage или какие-то донаты И ты пытаешься ображать на русском и что переводить И у тебя в голове крутится слово Дирабилити И ты не можешь помнить просто обычное слово прочность Это очень странно ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХЕХХХХХХХХХХХХХХХ И еще больше шуток И с Fire Emblem Как видите, даже заново смеется, потому что он их не понимает. Фарэмблем очень узкая игра для понимания. Мы об этом уже говорили. Да, дальше я успел поспать 4 часа дома и вернуться сюда. Не знаю, сколько я сегодня тут просижу. Но то сейчас вот эти две игры по 2 часа. Сейчас после Фарэмблем сделал небольшой перерыв. Перед Oracle of Edge отойду и вернусь. Ждем не дождемся, когда у нас будет миллион просмотров. Осталось совсем ничего. Да. Итак, геймпейдж спрашивает, сохраняешься ли ты перед картами. Я говорю, да. Сейчас потому что игра переходит в новую фазу, где враги сенсов разы сильнее, чем ты. Несмотря на то, что Марси очень непрокачен, он все равно, он говорит, это опасно. Итак, сейчас мы используем послос спасения, о котором я рассказывал раньше, который позволит телепортировать ваших друзей, персонажей. Сейчас мы взяли персонажей, которые... Вот, как видите, вот использовали резкий устав, чтобы передвинуть. Часть снижая, что-то лучший устав. the only other unit in the game that can use stats that mounts it is Mist, но она находится на уровне 1, как Клирок. Да. И это не так, чтобы она меняется в Valkyrie, что она сделает это. Так, обычно мы могли бы использовать лагусы для марша в три места и сделать то же самое. Но проблема с этим, что лагусы не летят, и они не будут трансформированы, поэтому они не очень мобильны. Сейчас я не расскажу о механике лагун, лагусов. Я сильно забываю название. В общем, давайте называть их оборотнями. Это тех воинов, которые превращаются в животных. Видите, Марсия начала получать урон. Вот, и это можно очень легко посудить по жизни, которую появились у врагов. И оборотни имеют намного выше статы, поэтому они могут адекватить Марсию активно. Это не случилось здесь. Одна из проблем, почему эта карта такая страшная, это потому что им надо убить босса определенным образом. Надо выкинуть айка именно, чтобы он его убил. И, как говорит, босс может убить нас, потому что у него достаточно много дамага. Потому что я напомню, что именно здесь произошло улучшение всех врагов. И вот, как видите, они выстрелили айка, чтобы он убивал босса. Я надеюсь, что ты забыл. Ахахаха. 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 Найс. Вау. Для моих друзей. Ахахаха. 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 Как говорит GreenPage, на самом деле у этой карты есть способ закончить эти три хода. Но из-за того, что убийство этого босса настолько, скажем так, неустойчивое или... То есть не факт, что оно произойдет сразу же, потому что у него намного больше скорости, чем надо. Яйк может всегда по ней попасть, или яйк вообще может умереть. Что плохо, потому что сразу же game over. И поэтому GreenPage говорит использовать специальную тактику для прохождения этой карты в три хода очень опасно. Можно заметить, что Марси, самый сильный персонаж, уже начинает получать урон. И это плохо, потому что раньше Марси вообще никто и ничто не могло увидеть. А теперь Марси получает достаточно урона, чтобы страдать от него. И в самом начале, как вы видели, у GreenPage было огромное количество воинов для контролирования. То есть штук двенадцать. Но он их всех отправил в резерв. Использует лишь трех для прохождения, даже если быть точнее двух. Потому что персонаж, который использовал полоски для телепортации, он просто отправил в лес, чтобы он не мешался. Вот и все. Использует только Марси и Алька, чтобы пройти эту карту. Ну тут есть шанс, что Марси умрет, но... Как бы это не очень большая проблема, но она может возникнуть. Это как в климаксе игры. Я думаю, что мы можем использовать Джоффер, который самый лучший персонаж. Ну да, за 2.07. Я напоминаю, что GreenPage про Speed ранил эту игру. И имеет рекорд на нее за 2 часа от 7 минут. Я не знаю, почему он 2.25. По сравнению, может потому что все-таки в этой игре есть рандомные моменты, и они могут просто снести все время. Сейчас они обсуждают о том, какие у персонажей разные есть сопротивление магии и не только. И мы говорили раньше о таком примете, как Pure Water, который дает временное сопротивление и то, что... Есть один персонаж, у которого именно с этим приметом хорошо... Сочетается его статистика, то есть его сопротивление элементам, плюс его армор и плюс, конечно же, Pure Water. Так и давай ему достаточно армора, чтобы пронести через весь уровень. Скажется, мне петь говорит о Марсе. Учитывая то, что мы видим ее всю игру абсолютно. Вместо тех... 12, 15, 16 персонажей. О, да, Солдерстан. Да, правильно. Все игры пойдут на борьбу с раком. В принципе, мы занимаемся, все игры борются с раком. И, например, 21 защиты, это невероятно. И ты получил его за свободу. Ты не тренировал его. Ты не, как бы, не уходил, чтобы... Нет, он просто присоединяет. И не только так, ты видишь, что он получает 2 XP, каждый раз, когда он был атакт, против того, чтобы 1. Это потому, что он имеет парагон, с которыми двумят все эти экспириенсы, гейт. Ребята обсуждают сейчас то, что у него присоединяется персонаж, который присоединяется даже если не хочет его получить в команду. И то, что он получает больше экспириенс из-за своих каких-то навыков. То есть, какой-то персонаж, который специально вводит в игру, чтобы было проще дальше сражаться. Ну, у нас есть Марсия, поэтому он все равно... Так, естественно, выкинул ключ для двери, чтобы его подобрал другой персонаж. И использовал его. А Марсия будет летать вперед, как обычно, и устраивать геноцид. О, сейчас будет время для донаций. Я понимаю, что ГДК, кстати, идет с 2011 года. Паршерты мне сейчас говорят, что сейчас кто-то смотрит ГДК с 2013 года. Я сейчас лично могу вам сказать, что я смотрел с 2011 года. Русский рестринил с 2015 летом. То есть, мы лишь полгода работаем. Вот, и первый раз я рестринился в одиночку почти. Мне помогали Сайрус, Эзуро, Деликатес и еще пару человек. Но в этот раз у меня есть достаточно комментаторов, чтобы даже спать, представляете? Это большое достижение. Какие-то, что она застрелилась, то эта слева остается в месте, когда она спать. То есть, выглядит как пик. Это выглядит как пик. Аааааааа. Какая-то, выглядит как пик. Делаю что-то об этом об этом об этом океане, о чем я никогда не буду не видеть. Ооо, что об этом об этом океане? Эта океана... Океана на океане... Сейчас я не обсуждаю то, как видят персонажи. Я не понял, что такое Пулдюду. Потому что, говорит, хвост Пегаса на что-то похож, не могу понять на что. Они сказали слово Пулдюду, но я без понятия как это переводится. Так что мне нужно, предварительно, убить его в унифазе, потому что мне нужно что-то, чтобы верить. Вот, и сейчас произошел Миракл, о котором мы рассказали раньше. Это способность персонажа выживать при смертельных ударах. ДИНАМИ... Все же еще обычные удары. Так что Марсиа у Сейчас они рассказывают про улучшение статей на 50% Сейчас они поднимают свиток, да, свиток, который как раз увеличивает все статы на 50%, по-моему, один раз, по идее Итак, напомню, что Миракл позволяет выживать при смертельных ударах, и Гвинбэдж просит, чтобы он не сработал снова Правда, он не уверен, может ли Миракл работать более одного раза И вот Climax играет, где Айк будет драться против Черного Рыцаря, и если он говорит нет, он не будет с ней драться, он просто убегает То есть игра, на самом деле, идет именно к этому моменту, где Айк должен победить этого Черного Рыцаря Но, так как мы в спидране играли, Айк будет трусом это намного быстрее сделать про супер же То есть убежать от Рыцаря Итак, Айк сейчас экипирует очень важный меч по названию Рагнол, который может атаковать некоторых врагов на расстоянии, как я понял Ну вот, и сейчас Айк становится очень важной единицей для команды, где он будет очень сильным дополнением То есть не только Марти тебе будет помогать им Кстати, вот сейчас персонаж... К сожалению, если персонаж погиб, я вам напоминаю, что персонаж погибает навсегда, по-моему Но в маршруте есть, как он говорит в GreenPage, есть только влажные смерти То есть, ну, то есть только те, которые включены в маршрут Каких-то рандомных смертей у нас не будет, если, конечно, игра не шепродистский на сюрприз Он говорит, у меня есть маленький шанс, что меня усыпят, где-то меньше 20% Это очень плохо, если произойдет И он не уснул То, как будут двигаться вот эти паладины на конях очень важно, потому что им надо уйти с моего пути Иногда больше они встают прямо перед боссом, вы не можете к нему пройти Вот, но в данном это они отошли, поэтому ничего страшного Это Fire Emblem, ты никогда не поймешь, как пройти, думают Хотя на самом деле GreenPage, я думаю, понимая, как они тут все думают И имея в виду искусственный интеллект И еще 20 долларов, он почти достигает 10 тысяч долларов Я имею в виду 110 тысяч долларов Я уверен, что один день он станет святым И спасать животных Да-да-да О, ой Ха-ха-ха-ха Том Фокс с 20 долларов Когда ты поднимаешься к этому, фрэмс не будет спасать тебя в холодном вакууме И спасать животных сейчас, так что сэммс будет связаться с рацией Это очень прагматичное У меня, кстати, загадка, почему они не убивают босса вот прямо сейчас Может, им надо и убить Я понимаю, что прокачка тоже включена маршрут, поэтому, скорее всего Они специально, то есть, качают еще персонажей дополнительно И, кстати, это первый раз, когда мы в игре видим дракона лакуса То есть, это оборотня, расу оборотней драконов Они, в принципе, сильнее, чем любая Любой другой мопли-враг в игре Но я думаю, что самая Большая слабость драконов в этой игре Это почему-то молнии То есть, магия молнии Это очень интересно Потому что это база на мопли Он присоединился, как, 15 капиталов назад И он может спать Кто-нибудь, помоги! Доней! Помоги! Я люблю этот парень диалог и эмоции Как это было? Эдвин он просто, как Самый уверенный босс в этой игре Да, ты рядом с ним Он, как Он говорит, мы очень любим диалог этого босса на английском Потому что Потому что он супер самоуверенный Даже несмотря на то, что он, может быть, не самый слабый босс в игре И это финальная часть с Эшнартом И так, мы поговорили с армией Ну и всё, пойдёмте драться И опять же, армии никакой не будет Потому что Мы будем использовать только Айка А, или нет Как раз больше Итак, сейчас мы доведём Айка до 50% хп Даже меньше Чтобы Айка получила небольшой буст К своим критическим ударам И это будет 50% Вот И это ещё 15% Благодаря его скиллу Большая разница между Японской и американской версией И то, что если вы попадаете ближе к Айшнарту Это главный босс игры То Он начинает двигаться Невероятно быстро Вперёд И убивать всё на своём пути И всё значит Вести себя агрессивно Чего нет в другой версии Я не заметил до сегодня Я не знаю Я не знаю Я не знаю Сколько эта карта займёт времени К сожалению Да Уже Финальная прямая Ну да Так Так Следом у нас будет Ледженд в зелду Оракл Фейдж Напоминаю вам Итак Вот это разница Когда Айш двигается Или нет То есть В японской и американской версии Надо встать в определённое место Чтобы Чтобы Айш двигался к нам Но Не сделал больше никого Потому что Я хочу Айка Эшнерда И я хочу Айка Хочется начать сразу с Ашнерда Чтобы он не умер Я не знаю зачем Мы сейчас узнаем зачем То есть Он выкинет Айка или встанет перед Эшнардом в определенном расстоянии от него, чтобы он его заметил, значит, двигается к нему. Итак. Итак, и теперь Эшнард будет двигаться за Марси. Точнее, вообще за персонажей. Итак, сейчас Надишна нас удавит. Супер. Итак, мы получаем бонус. У-у-у-у, и нам нужен еще один буст. Есть! И время. Сейчас. Когда произойдет сейв, это будет время. И, походу, он побил свой рекорд. Потому что я понимаю, что рекорд на этой игру 2 часа 7 минут. Походу, это первый рекорд за марафон. Надеюсь, не последний. Время. Да, вот побил он свой рекорд. Сейчас. 2-5? Вау. А, стоп. Это 2 минуты, да? Да, это 2 минуты. А, стоп. А, стоп. Возможно, это не рекорд. Потому что они говорят, что это на 2 минуты быстрее моего личного лучшего времени. И, возможно, сейчас есть еще кто-то, кто прошел быстрее, чем он. И это все. Странно, что они не говорят о мировом рекорде, потому что на сайте немного, наверное, убавили разрыв, потому что у нас было такое небольшое опоздание по расписанию. Ну, там Mario Kart долго настраивали, настройка сама по себе немного дольше нашла мы там. Кстати, в D&C Racing проходили за часы, да? Да, за часы. Да, потому что они самые глюченные в игре и самые быстрые. И там, по идее, он должен был через стенки ездить в один момент. Ну, там иногда, да, через стенки ездили. Пролетали даже. Потому что писали, на самом деле, а какого черта игра идет 10 минут, хотя она, по идее, как по расписанию уже час должна идти. Так что будем понемногу, помаленьку нагонять время. Да, конечно, я думаю, мы где-то сейчас немножко сохраним кадров, то есть и догоним наше расписание. Сейчас мы немножко отстаем. Так, получается... Представляешь, что марафон — это один большой спидран, и сейчас мы немножко отстаем. Так, получается... Да, мы уже по Зельде уже опаздываем. Ну, это не так страшно, на самом деле, потому что расхождение в 20-10 минут абсолютно нормально. Поэтому у раннеров есть какие-то рамки, в которых им надо проходить. Обалдеть, там чат вообще... зал вообще пустой. Чем-то никогда не может быть. Я напоминаю вам, что в Америке сейчас как раз будет глубокая ночь. там сейчас, если быть точным... Два часа... Два часа ночи, да. Да, ровно плюс 8 часов. И сейчас кто-то пошел спать, кто-то отдыхать, но... Кто-то, мне кажется, вернется, ляжет в Зельде. Вот. И пока идет настройка, я думаю, я отойду, вернусь через пару секунд, пойду что-нибудь покажу. Давай. Я пока с чатом поговорю. Да, у нас получается 10 часов, у нас тут вообще не видно дневного света, так что наверное, можно предположить, что на улице уже светло. Довольно необычная тут обстановка на самом деле. В любое время суток тут абсолютно одинаковая. обстановка, так сказать. Спасибо.